Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение книги Паралипоменон или книги летописей. Мы будем изучать первую книгу, иначе она называется первая книга Хроник. В самой еврейской традиции считается, что автором этой книги является Ездра, который написал эту книгу вместе с тремя пророками, с пророком Захарии, Агеем и с пророком Малахией, то есть припосредствии этих двух пророков. И что написание этой книги осуществлялось на протяжении 18 лет. И первый раздел, первые главы — это родословные людей от Адама до сыновей Ноя. Первая глава содержит в себе 54 стиха, это перечисление имен. Для нас будет очень сложно объяснять каждое имя, да и невозможно. Многие имена, они мало о чем могут нам рассказать. Но первый раздел — это родословные людей от Адама до сыновей Ноя, Ноаха, как это имя звучит в еврейской традиции. И мы читаем с первого по четвертый стих «Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малалейл, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Афет». Мы видим, что многие имена здесь опускаются. Как бы это поколение, лишенное смысла, потому что эти люди не состоялись перед Богом. Но называется имя первого человека, Адама, который является праотцом всех людей, живущих на земле. Само имя Адам означает род глины красного цвета. Такой тип глины называется Адама, и производное от слова Адама само имя первого человека — Адам. Это связано с тем, что в самой Библии говорится о том, как был создан человек. В книге «Бытия» мы читаем «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою». Собственно говоря, Адам — это и имя собственное, и имя нарицательное. То есть в применение ко всем людям. То есть все человечество — это Адам. И само это слово «Адам» означает просто человек. Но в данном случае это конкретный человек, первый человек, созданный Богом, жена которого — Ева, наша праматерь. Праматерь всего рода человеческого. Сиф. Здесь нету между Адамом и Сифом имени Каина и Авеля. Почему эти имена опускаются? Жизнь Авеля, Авель был праведник, она не имела продолжения, то есть не было детей. А все, что не имеет продолжения, как бы выглядит немножко бессмысленно в глазах древних. А имя Каина не называется, потому что он был родоначальником вот этих бессмысленных поколений, которые не состоялись в благодати за очень редкими исключениями. А вот Сиф, имя которого называется после имени Адама, это был праведный человек, который имел потомков. надо сказать, что после того, как Каин убил Авеля, вместо праведного Авеля Господь послал Адаму и Еве, которые очень горевали, сына с именем Сиф. И он был благочестивым человеком. И потом род человеческий распространяется как бы до потопа двумя направлениями. Это потомки Сифа, Сифиты, иначе они называются в Библии бнеилагим, то есть сыновья Божие. А от Каина происходят каяниты, которые иначе называются сынами человеческими. И, собственно говоря, Господь посылает потоп на землю по той причине, что сыны Божие, то есть Сифиты, стали брать за себя дочерей человеческих, то есть каяниток. А Богу всегда не угодно, когда мы основываем наши семьи не на духовном единстве, экклезиологическом, церковном, а на каких-то плоских предпочтениях. Итак, здесь имя Адам, Сиф, Енос, Кейнан, Малалейл, Иорет, Енох. Мы знаем, что Енох это был человек, который сподобился в допотопном мире быть живым, взятым на небо. И Златоуст комментирует обстоятельства, обращает внимание на то, что Енох был женатый человек и имел детей. И Златоуст пишет, семейная жизнь не воспрепятствовала этому праведнику вознестись на небеса живьем. В то же время мы имеем много подвижников, которые были строгие девственники, аскеты, но кто из них вознесся на небо? Никто. А Енох сподобился живьем быть взятым на небо. И Златоуст использует этот образ Еноха для прославления брачной, семейной жизни, что она нисколько не препятствует даже восхождению живьем воплоти на небеса. Мафусал. Мафусал — это был человек, который прожил дольше всех людей на земле. Но мы знаем из Библии, что долголетие — это награда за почитание родителей. Сказано в законе Божьем «Почитай отца и мать и будешь долголетия на земле». Поэтому, когда мы читаем про Мафусала, что он прожил очень много, мы не задаемся вопросом «Почему?» Потому что мы знаем, что ответ на этот вопрос есть, ибо заповедь о почитании родителей — это единственная заповедь с обетованием. То есть с неким обещанием. «Почитай отца и мать и будешь долголетием на земле». Енох Мафусал Ламех. Ламех — это человек благочестивый, который воспитал праведного Ноя, и ему как бы ставится это в заслугу. И скажем так, вот из всех поколений, а кстати, если мы откроем книгу «Бытия», там перечисляется очень много имен от Адама до Ноя. Но эти имена как бы пропадают в истории, как бы отчасти лишенные такого смысла. И здесь в начале книги Паральпоминон дает столько несколько имен. И собственно имя Ноя. Ной — это тот, который должен утешить землю, когда Господь пошлет великий потоп, всемирный потоп. И задача Ноя заключалась в том, что он строил ковчег вместе со своими тремя сыновьями Симом, Хамом и Афетом. Вот эти три сына Ноя родночальники человеческих рас. От Сима происходят семиты, это еврейский народ, это ассирийцы, это арабы и близкие к ним племена. А имя Сим от слова Шем то есть Сим это тот, кто составил себе имя, ибо слово Шем означает имя. Другой сын Ноя, тоже родоначальник человеческих рас, это Хам, это имя переводится как горячий, и от Хама происходят негроиды, это действительно очень темпераментные горячие люди. И Иофет, Яфет, это имя означает красивый, и от Иофета происходят индоарийские группы, греки, римляне, славяне. И действительно эти племена создали очень красивые цивилизации. Цивилизация Древней Греции, Древнего Рима, цивилизация Византии, как Второго Рима, и цивилизация Третьего Рима, Москвы, Древней Руси, Киевской Руси, Владимиро-Суздайской Руси, Московской Руси. И для наших предков всегда было важно осознавать, что мы от Иофета. Когда мы читаем первую русскую летопись, она называется «Повесть временных лет», там как раз делается акцент на том, что мы происходим от Иофета. И перечисляются разные народы, которые произошли от Сима, которые произошли от Хама, и те, которые произошли от Иофета. То есть индоарийская группа народов. Далее с 5 по 23 стих отдаются имена потомков сыновей «Ноя». Сыновья Иофета, сыновья Хама и сыновья Сима. Среди сыновей Иофета упоминается Магог, который самим своим именем дает название тем северным славянским племенам Гог и Магог, которые как раз обитают там, где наша земля, где мы живем. Перечисление сыновей Хама для нас важно отметить, что среди сыновей Хама Мицраим, то есть египтяне, Фуд и Ханаан, то есть народы Ханаана, то есть нечестивые племена Ханаана, они как раз происходят от Хама и от Хама же происходят и жители Содома и Гаморы и упоминается Патрусим и Каслухим, от которого произошли филистимляне, филистимляне по-еврейски Плештим, от этого слова название Палестина и считается очень некорректно святую землю называть Палестиной. Если слово Палестина Плештим то есть филистимляне потому что филистимляне это образ таких бесов в Священном Писании которые все время нападают на народ Божий. Филистимляне, Плештим это те с которыми воевал царь Давид, Иисус Навин и другие угодники Божии. еще Авраам даже застал эти войны Ханаана и в одном случае он принял участие в войне четырех царей против пяти царей ради спасения своего племянника Лота. Сыновья Сима Елам Асур Арфаксат Лут и Арам Сыновья Арама Уц Хул Гефер и Мешех Арфаксат родил Кайнана Кайнан же родил Салу Салу же родил Эвера Эвер это как бы родоначальник всех евреев который сообщает им и имя У Эвера родились два сына имя одному Фалек потому что в одни его разделилась земля имя брату его Иоктан Иоктан родил Алмадада Шалефа Хацар Мафета Иераха Гадурама Узала Диклу Эвала Авимаила Шеву Афира Хавилу И Иовава Все эти сыновья Иоктана Потомки праведного Сима это не бесполезное поколение потому что плодом на этом древе Сима зрелым рождается Авраам и сам Христос Спаситель по плоти имеет отношение к потомству Сима От Сима до Авраама и его сыновей перечисляются сыновья же Симавы Арфахсат Кайнан Сала Эвер Фалек Рогав Серух Нахор Фара Фара это отец Авраама и как мы знаем он был идолопоклонником и не просто он был идолопоклонником он был изготовителем идолов которых он делал по преданию и продавал Авраам это особый Божий праведник которому Господь даже саму его веру вменяет в праведность и поверил Бог Аврааму и Бог вменил ему эту веру в праведность Авраам приходит к удивительному откровению что есть единый Бог который сотворил небо землю солнце луну звезды и ему ему и ему одному надо служить и вот это истина Адонай Эхад то есть Господь един она проглашается Авраамом 27 стих сообщает Авраам он же Авраам господь Его имя поставлено здесь спереди, потому что он был более благочестив, чем Измайл. А имя Измайла, хотя он был старший, из детей Авраама, поставлено после имя Исаака, потому что был период жизни Измайла, когда он уклонился от путей Господних. Правда, потом он вернулся на эти пути. Далее 29 по 31 стих перечисляются потомки Измайла. И здесь мы впервые встречаем чисто арабские имена, потому что Измайл считается прародителем арабов. Далее с 32 по 33 стих перечисляются имена потомков Авраама от Хитуры. Когда умирает Сара, Авраам женится на Хитуре, и от нее рождаются сыновья, которых Авраам еще при своей жизни, он их отсылает от себя, и они уходят на восток. И считается, что от них произошли вот эти монголоиды. А сын обетования — это Исаак. 34 стих. «И родил Авраам Исаака сыновья Исаака, Исаав и Израиль». То есть его имя Исаака повторяется, потому что это цельный человек, праведный человек. А его сыновья Исаав и Израиль. Тут немножко непонятно, почему имя Исафа, негодяя Исафа, нечестивца Исафа, стоит перед именем Израиль. А Израиль — это Яков. Яков — сын Исаака, отец Иосифа Прекрасного и вообще двенадцати колен еврейского народа. Считается, что это связано с тем, что Исааф очень был близок к своему отцу, Исааку. И в книге «Бытия» прямо говорится, что Исаак более любил Исаафа, этого негодного сына, который был каким-то разбойником, чем нежели Иакова, который считался таким маменькиным сынком. Муж шатров, как он называется в Библии, то есть живущий в шатрах. Но имеется в виду, что он пребывал в доме учения, потому что еврейское слово «бейт» означает и шатер, и дом, в котором живет человек. Но главное значение слова «бейт» — это дом учения, то есть классная комната некая. Далее переселяются потомки Исафа. Кстати, в еврейской традиции римляне происходят от Исафа и греки. Хотя мы с этим не соглашаемся. Для нас римляне и греки — это потомки Иофета, и они как бы никакого отношения не имеют к семитам. Потомки Исафа с 35-го стиха по 37-й. Потом даются имена потомки Сэра с 38-го по 42-й. И цари и старейшины и дома 43-го по 54-й стих. И тем самым оканчивается эта первая глава, которая вводит нас в мир книги «Паралепименон» или книги «Летописи», иначе она называется «Книга хроники». Продолжение следует. Удастся.